Еще один клевер отцвел на Кольцевой. Три съезда на пересечении Рязанского проспекта ИМКАД закроют, поскольку их заменили новые эстакады и тоннель. Строители работали с максимальной скоростью, в последнее время работали круглосуточно и закончили достаточно сложные сооружения и эстакады, и тоннель. На площадку строители зашли в январе 2015-го, а уже в сентябре поехала первая эстакада. По ней можно съехать с внешним МКАД на Лермонтовский проспект в сторону центра города. Вторую эстакаду запустили в ноябре. Она выводит с внутренним МКАД на Рязанку в направлении центра. И вот в декабре настала очередь тоннеля. Он позволит проскочить без задержек с Лермонтовского проспекта на внутреннюю сторону кольца. Эта выступающая часть тоннеля называется банкетка. Сделана она в целях безопасности, чтобы в случае аварии не допустить удара автомобиля о стену тоннеля. Зимой из отверстий этой банкетки подается противолетный реагент. Тоннель строили миланским способом, на время перекрывая по две полосы на МКАД. Сначала забуривали сваи, возводили стены и бетонировали верхнее перекрытие. На поверхности сразу запускали движение и продвигались дальше. А выемка грунта продолжалась уже под крышей. МКАД мы сужали на две полосы. Все время он был сужен, начиная с 4 января этого года и заканчивая первыми числами ноября этого года. Реконструкция этой развязки – необходимость, считают эксперты. А все потому, что оборотов набирает строительство жилья в районе Жулебина. Увеличение машин в этом направлении неизбежно, поэтому неэффективный клевер и решено заменить направленными съездами, не дожидаясь критической точки. Пересечение МКАД и Рязанского проспекта стало 12-й развязкой, реконструированной на Кольцевой. Здесь убрали три клеверных съезда, построив вместо них две эстакады и один тоннель. Свою работу строители выполнили за 11 месяцев. Алена Терновая, Виктор Поляков, СтройМОЗ.РУ.